Гарри Кимич, но хотел бы начать разговор с результатом визита Эммануэля Макрона, французского президента в Китай. Кремлевские пропагандисты очень опасались, а мы в Украине очень надеялись, что все-таки Эммануэлю Макрону удастся отговорить Си Цзиньпиня от того, чтобы Путину помогать. Ну, в том плане, что нам казалось момент очень удачный, знаете, с этим демаршем Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Мы понимаем, что Китаю так категорически не нужно подобные инциденты, потому что Китай боится, что Япония сделает то же самое, получит ядерное оружие. Южная Корея, Тайвань. То есть, казалось бы, момент идеальный. Но вот журналисты издания «Политика» пишут, что все-таки эта миссия Эммануэля Макрона провалилась, что Си Цзиньпин все-таки остался верен, так сказать, своей вот этой идеологии поддержки Российской Федерации в пику, наверное, Соединенным Штатам Америки. Мне кажется, такой был он, по меньшей мере, странным, потому что Си Цзиньпин вообще интересуется только Си Цзиньпинем и Китаем. И поэтому все его действия направлены на просто создание более выгодной торговой позиции. Торгуется он, естественно, Соединенными Штатами с Европой. И Путин в этом плане разменная карта. Я не думаю, что Макрон мог рассчитывать объективно на то, что ему удастся Си Цзиньпинем переубедить. Просто были отфиксированы некоторые позиции, что Китай, как вы уже правильно сказали, категорически против любого вообще упоминания ядерного оружия. Китай исходит из того, что его распространение этого ядерного оружия приведет к ухудшению китайской позиции в регионе, который Си Цзиньпин волнует гораздо больше, а именно Япония, Южная Корея. Ну, в первую очередь, конечно, Япония. Мы же понимаем, что Япония, в отличие от Ирана, не потребуется много лет, чтобы это делать. То есть тут только лиха беда начала, только начни. А поэтому Си Цзиньпин, естественно, крайне негативно относится к любым попыткам Путина сделать ядерную карту разменной в этой игре. Потом было заявление, как мы знаем, посла Китая во Франции. Ну, а то, что говорит посол Китая во Франции, это говорит Си Цзиньпинь. Потому что при такой жесткой вертикали власти, я думаю, что там ни один иероглиф не может проскочить без того, чтобы был одобрен Си Цзиньпинь. Посол четко сказал, что да, безграничная дружба, китайские такие красивые обороты. Вот у нас есть свои интересы. Ну, в общем, понятно, что Китай торгуется. И ожидать того, что Китай тянется в эту войну, как хочет этого Путин, массированными поставками оружия в Россию, не приходится. А, конечно, купить нефть, газ по бросовой цене, ну, бизнес, что же не сделать-то это. И Индия этим промышляет. Но перейти какую-то грань, за которой начинается уже прямая конфронтация с Западом и с Америкой, я думаю, Си Цзиньпинь не готов, да и вообще даже не собирается. Я повторяю, это торговая позиция. В этом плане, мне кажется, он сейчас смотрит на Эрдогана, который очень удачно торгует с самого начала вот этой большой войны. Своим уникальным положением геополитическим он и в Москву вхож, и член НАТО, и Зеленский в хороших отношениях. То есть Си Цзиньпинь ищет себе более удачную позицию. Тем более, что мы понимаем, у Китая есть большие перспективы на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Эти территории вполне могут в обозримом будущем стать китайскими просто по факту появления там китайского большинства. Поэтому я не думаю, что Си Цзиньпинь, играющий в длинную игру, готов рисковать и тем паче блефовать сегодня. Но, тем не менее, Эммануэль Макрон именно за этим летел. Он пытался вот себя посредником, пытался просить у Си Цзиньпиня, чтобы все-таки Китай отвернулся от путинской России. Вот давайте так это сформулируем. А что такого мог бы предложить Эммануэль Макрон, Франция, Европейский Союз Си Цзиньпинь? Что такого Си Цзиньпинь мог бы себе потребовать от Европы, чтобы, знаете, заявить официально о том, что вот он действительно Путина поддерживать прекращает? Я еще раз говорю, Си Цзиньпинь никакой поддержки Путину реально сейчас не оказывает все-таки. Поэтому непонятно, от чего он может отказываться. То есть от каких-то обещаний Путину. Теперь не будем забывать о том, что Макрон тоже ищет себе уже не торговую позицию, а политическую позицию. Потому что сейчас, в принципе, Франция оказалась как бы на задворках большой политики. Это тоже надо понимать. Есть, конечно, Америка, которая доминирует вообще в Западном Альянсе, понятно. И в идущей сейчас войне Америка играет, конечно, ключевую роль как поставщик оружия в Украину. Но, кроме того, также ясно, что сформировался блок на востоке Европы, который не напрямую, но, по крайней мере, косвенно поддерживает Великобританию. Также есть Германия, которая со своим решением начать поставки оружия в Украину тоже захватила инициативу и тоже сейчас играет по существу ключевую роль. И где здесь Франция? Ну, как-то вот она оказалась неудел. И Макрон это, конечно, категорически не устраивает. Он там уже видел себя, как бы грезил себя новым Деголем, который будет объединять Европу. А сейчас получается, что он на вторых ролях. Я думаю, что Макрон опять искал себе какую-то возможность заявить о роли Франции, о своей роли в этом процессе. Может быть, были какие-то конкретные разговоры с Сидимпинем. Ну, понятно, что Сидимпиню нужны гарантии, что Европа не будет слишком надеять ему с геноцидом уйгуров и с прочими мелочами, как права человека, Гонконг и прочее. Ну, и, конечно, как бы в любом разговоре, я думаю, Сидимпин прощупывает почву, что будет, если Китай в какой-то момент решится делать что-то с Тайванем. Ну, понятно, что по этому году надо говорить с американцами, но и разговор с французами тоже, в общем, не помешает. Мне кажется, это больше разговоры здесь. Опять каждый выбирает себе какую-то позицию на влияние хода военных действий. Я не думаю, что этот визит оказал какое-то серьезное влияние. И я говорил с самого начала, что ждать от Сидимпиня того, что он возьмет конкретно какую-то сторону в этой войне, не приходится. Это могло бы случиться, если бы Путин добился успеха в самом начале. Понятно, что если бы Путин триумфально въехал бы в Киев, как бы, и вот как он мечтал в первые несколько дней войны, тогда бы Сидимпин, наверное, был бы более сговорчив в этих вопросах с Путином. А сейчас Сидимпин же объективно оценивает, что стратегическая война проиграна. Понятно, что еще огромные жертвы впереди. Понятно, что ресурсов у России чинить разрушение и нести смерть в Украину еще предостаточно. Но с точки зрения геополитической, такой геостратегической, Сидимпин уже там скорее думает о том, как поживиться в случае, если Россия начнет разлетаться на части после военного поражения. Мы помним намерение Эммануэля Макрона вернуть Францию в большую геополитику, вот эти его многочисленные звонки Путину. А вот Путин на встрече с послами накануне заявил о том, что Гондурас и Зимбабве, значит, теперь стратегические партнеры Российской Федерации. Так вот, то есть Эммануэль Макрон проиграл соперничество с Гондурасом и Зимбабве. Да. Кстати, вообще, это интересная встреча. Я вот сейчас смотрю комментарии различные. Ну, во-первых, то, что Путин, конечно, не получил даже малой толики аплодисментов. Причем самое интересное, что в этой ТАОПе послов, там, что 17, по-моему, было послов там, там еще присутствовал посол такой страны, как Абхазия. Ну, такой страны, конечно, нету. Я вообще не понимаю, как американский посол мог платить на церемонию, в которой присутствует посол непризнанной Абхазии, но это оставим, как говорится, на совести американцев. Тем не менее, даже посол Абхазии не похлопал. А дальше, вот мне кажется, начинается самое интересное. Путин что-то начал мямлить про то, что из-за ковидных ограничений он не готов как бы пожимать всем руки, как обычно делается, при вручении в революционных граммах. И вот здесь возникает интересный вопрос. Это вот тот самый Путин, ну, понятно, с Сидимпинем, он должен был, конечно, общаться, и там, я думаю, что никто в Сидимпине там анализ его испражнений не просил заранее. У Макрона? Ну, это есть. И да, ну, просто показывает разницу просто, кто, кого, как Путин оценивает. Вот. А это тот самый Путин был, который в Мариуполе ездил. Там к людям заходил, руки пожимал, да, вот, то есть, как-то вот вопрос, где был двойник, да, сразу. Кстати, непонятно, где был двойник, потому что наверняка это были разные. Там вот под очень интересным ракурсом показывали общение Путина с этими послами, показывали так из-за спин этих послов, как будто бы вот они действительно рядом стоят. Но там был другой ракурс, где было видно, что расстояние, ну, просто сумасшедшее. Я не знаю, в бинокль надо было друг на друга смотреть. Вот. А скажите, а так вот правильно, да. А так вот, все-таки вопрос. И если мы предположим, что где-то бывает Путин, где-то двойник, двойники. Вот. Об этом говорили в Мариуполе. И когда Путин появился в Крыму, понятно, что, скорее всего, как говорится, это был, где-то был там не Путин точно, потому что вроде бы разные были, разные были ракурсы. Вот. Но вот у меня ощущение, что как раз в Кремле это и был двойник. И именно поэтому дистанция. Ну, логично предположить, в принципе, что, ну, опять, это предположение, скорее всего. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что он бонически боится всего сейчас уже. Вот просто это... И я не знаю, как этот страх, эманация страха передается там по вертикали вниз. Но совершенно очевидно, что тот, наверное, сейчас шабаш, который идет в России, он, в общем, требовал бы от вождя более активного участия. Вот какого-то там, вот что-то жесткости какой-то, вот демонстрации вот этого мачизма путинского. Ничего этого нет. Вот посмотреть на последние появления, двойники и не двойники, но совершенно очевидно, что исчезла вот эта наглость вот этого хама, который чувствует, что он может все что угодно сделать. Это куда-то пропало. Вот этот вот путинский лоск наглый вот такого вот гопника, который просто там размахивает каким-то вдруг не весь откуда взявшимся револьвером, вот, и кричит сейчас всех так, держите меня, сейчас всех перестреляют. Куда-то все это пропало. Гарри Кимович, ну, если люди не меняются, если вот это предположение взять за основу, если вспомнить, как Путин выглядел в молодости, да, когда носил вот эти чемоданчики, кем он тогда был, и если мы знаем, что он когибистская крыса, эти вот воины плаща и кинжала, да, так их называли, ну, конечно же, у него паранойя должна быть максимальная, причем вот самой своей юности. Он не может поменяться, он не может быть другим. Вы знаете, вот я вот сейчас, вы сказали там про юность, я вспомнил такую историю, потому что меня часто спрашивают, знаком ли я с Путиным, встречался ли я. Ответ никогда не встречался. Я всегда говорю, что я встречал в своей жизни столько подполковников КГБ, что одним больше, одним меньше, разницы нет. Вот, но я не исключаю, что я где-то столкнулся с Путиным, но его не заметил. Это было в марте 96-го года, значит, меня позвал Собчак, тогда вот бывший мером Санкт-Петербурга в Питер. Там длинная история отношений, потому что Собчак там сначала, естественно, меня поддерживал, потом у него начались свои какие-то заскоки. В общем, я в Питер не ездил. Я напомню зрителям, что именно за Собчаком Путин и носил чемоданы. Вот, Путин был его, Путин был его заместителем. Вот, и Собчак меня принимал, и там идея была, что у тебя выборы сейчас, и вот он хотел, чтобы я там поучаствовал как-то там, обещал там всякие блага жизни, какие-то люди Собчака показывают. Вот эти улицы, вы можете тут рестораны построить. Я, конечно, понял, что это не для меня. Но совершенно очевидно, вот что, так как я провел некоторое время в Смольном, и там был обед, наверняка там где-то был Путин. Вот наверняка где-то был Путин. И я не могу жаловаться даже сейчас на свою память. Вот тогда она была очень хорошей, и зрительная память тоже. Но я его не зафиксировал. Вот на самом деле, видимо, он где-то был, но я его не зафиксировал никак. Его не отсловали бледной молью. Вот, вот, вот знаете, вот, то есть вот где-то он там был, но его не было. Вот, может быть, сейчас возвращается вот эта способность там маскироваться, она там уже достигла какого-то каких-то параноидальных размеров. Он есть, но его нет. Гарри Кимович, если можно, давайте поговорим сейчас о встрече Путина с Лукашенко. Вот Лукашенко, говорит, говорили очень о важном, но я вам подробности не сообщу. Вот так вот Лукашенко это подает. Песков, пресс-секретарь Кремля, он сказал, что встреча и переговоры между Лукашенко и Путиным чуть ли не до самого утра продолжались. Так вот, знаете, если бы Путин встретился, Лукашенко встретился с Дмитрием Медведевым, ну, я бы мог понять, что они до утра делали, да, что это застолье, ну, понятно, чем они там занимались. Но чем Лукашенко мог с Путиным до самого до утра заниматься? О чем таком они могли говорить? Особенно понимая, что они-то видятся регулярно. Каждый месяц Лукашенко, и даже Путин к нему летал, но Лукашенко регулярно. Вообще, вот реально каждый месяц к нему летает. О чем они могли сегодня до утра говорить? Я в таком же недоумении, как и вы, нахожусь, потому что говорить там реально не о чем. Судя по той информации, которая поступает уже из разных источников, российские войска перебрасываются из Беларуси на Восточный фронт, в район Донецка и так далее. То есть предположить, что они продолжают обсуждать возможность входа Беларуси вступления Беларуси в войну. Ну, может быть, и продолжают, но к этому никаких вроде показаний сейчас нет. Ну, я бы, опять же, сказал, что если наши предположения базируются на том, что сказал Песков, я бы очень осторожно относился к любым словам Пескова. Потому что, да, тут можно вспомнить кота-бегемота из «Мастера Маргариты». «Поздравляю вас, гражданин Саврамши». Вот, просто Песков лжет, даже когда говорит «Здравствуйте». Понимаете? Поэтому, ну, может быть, встречались, говорили до утра, а может, вообще не встречались, а может быть, я не знаю что. Мне кажется, что вообще-то на уже такие мероприятия, вот какие-то дворцовые посиделки, или дворовые посиделки, я знаю, правильно сказать, Путина, Лукашенко и Ижи с ними, мне кажется, вообще надо не обращать внимания. Это нас не должно волновать уже. Есть принципиальные вопросы, связанные с объемом западной помощи Украине, подготовностью украинской армии к наступлению, программа восстановления страны после победы, освобождения Крыма, вопросы, как говорится, вот, ну, так используем слова Путина, денацификации освобожденных областей Украины. Вот это, мне кажется, это серьезные вопросы, как бы, вот то, что сейчас происходит на Западе, как это все сказано, мы говорили на мировой геополитике, мы говорили про Китай, мы говорили про Сидзимбини и Макрона, а потом перешли к Путину и Лукашенко.